Доказательства представлены, наверняка вы их уже оценили. То есть вы вполне понимаете, ваше предприятие действующее. Какие риски перед вами возникают в том случае, если вы сейчас не достигнете соглашения? Светлана, я извиняюсь. Екатерина Николаевна играет роль партнёра Евгения Анатольевича. Вы не против, она участвует в комплексе. Нет, я против. Я подразумеваю. Екатерина Николаевна, пожалуйста. Просто будем считать, что вы ничего не слышали, и сейчас вы покинете нашу аудиторию. Ненадолго. Ненадолго. Ладно, мы вас... Можно отключить камеру просто и микрофон Екатерины Николаевны. Инна Владимировна, озвученные риски вполне реально. Вы понимаете, что те санкции, которые могут быть применены к вам, они достаточно могут понести для вас существенные неприятности. Может быть, вам... Была ли у вас какая-то консультация с вашим юристом, либо с каким-то ещё доверенным лицом по поводу тех неблагоприятных последствий, которые могут наступить в результате того, что если сейчас человек будет, наш Евгений Анатольевич, инициировать все эти судебные разбирательства, наверняка дело получит какую-то огласку. Мне хотелось просто ваше мнение знать уже с глазу на глаз, чтобы... Не, ну, никто не скрывает, что риски определённые есть. Но я заинтересована в том, чтобы производить и дальше эту продукцию, поэтому мы пытаемся себя каким-то образом защитить. Мы готовы идти на разговор, на контакты, но готовы обсуждать условия столбичества, приемлемые условия и экономически выгодные. Ну, насколько я поняла, Евгений Анатольевич не уставляет какие-то кабальные условия для вас относительно использования его товарного знака. И, разговаривая с вами, у нас намечаются такие две серьёзные проблемы – это использование товарного знака и исковое производство относительно взыскания задолженности. То есть вы уже сами согласились сейчас и проговорили о том, что, да, действительно, задолженность может быть взыскана, а вот по товарному знаку, ну, я думаю, что мы можем договориться сейчас, находясь здесь, хотя бы на месте определённой пути. И если немного... Если будут изменены условия лицензионного договора и предоставлено эксклюзивное право, задолженность будет погашена в течение двух недель. Условия эксклюзивного договора знакомы, Евгений Анатольевич? Ну, мы с ним об этом разговаривали, и разговор этот ещё тянется с тех пор, когда был заключён первый лицензионный договор. Он об этом прекрасно знает, он от этого очень сильно уклоняется. Мы заинтересованы в серийном производстве, крупномасштабном производстве именно этих печенья, и мы желаем именно эксклюзивных прав на производство данного вида продукции. Если обращаться к тексту договора эксклюзивного вашего, готовы ли вы пойти на уступки? Ну, может быть, даже не на уступки, а на какой-то компромисс. И пусть этот компромисс будет не только с вашей стороны. Потому что сейчас мы предполагаем привести кокос также с Евгением Анатольевичем. Анатольевич, в каком русле вы предполагаете этот компромисс должен быть? Мы должны там 10% ему предоставить или что? Мне не знакомо... Или может помещение предоставить для того, для его разработок? Ну, в чём компромисс? Мне не знакомо условие договора вашего эксклюзива.